13 из полезных средств для достижения счастливой жизни Это в противовес недостаткам ставить положительные и достойные качества Еще несколько полезных правил содержатся в следующих словах пророка Мир ему и благословение Аллаха Верующий мужчина не должен презирать верующую женщину Ведь если ему не понравится одна черта ее характера, то ему понравится другая Из этих слов можно заключить два очень важных и полезных вывода Первый. Наставление относительно того, из чего нужно исходить во взаимоотношениях с супругой, родными, другом и вообще с каждым, с кем приходится иметь дело Ты должен быть готовым к тому, что в любом случае в человеке будет какой-то порог и недостаток Или то, что тебе будет неприятно Увидев в человека недостатки, сопоставь их со степенью необходимости, а может быть и обязательности Поддерживая общение с этим человеком и сохранение любви к нему, вспоминай его положительные качества Человек будет жить в спокойствии, когда станет появляться нисходительность к чужим недостаткам и подчеркивать для себя положительные качества людей А общение и отношения будут дальше поддерживаться Второй. Плодом воплощения данного пророческого наставления является устранение тревог, сохранение умиротворенности, продолжение выполнения своих обязанностей друг перед другом и установление мира между сторонами А кто не внемлет совету пророка, мир ему и благословение Аллаха и напротив станет замечать только отрицательные качества, не видя положительных качеств, неизбежно будет раздражаться Отношения и любовь между сторонами непременно испортятся И множество обязанностей, которые должны соблюдать, обе стороны прервутся Многие люди проявляют терпение во время бедствий и невзгод и переносят их спокойно Однако при мелких и незначительных обстоятельствах их охватывает переживания и нарушается их покой Все потому, что они приучили себя к принесению больших и значительных невзгод, но оставили терпение в делах незначительных Благоразумный, твердый человек приучает себя к проявлению терпения как во время бедствий, так и при незначительных обстоятельствах и просит Аллаха помочь ему в этом и не доверять своих дышей ни на мгновение. Такому человеку облегчается перенесение мелких невзгод так же, как и больших, не теряя присутствия духа и душевного покоя.